Мама, насчёт халата? Ой, взгляните! И ждал новостей, вы называли меня умницей. Ну, женщины, не знал, что такие бывают. Помахала мужу из окна ручкой, а потом мне, Маше, зайди. Думаю, зовёт зачем-то. Зашёл, она в халате. Говорит, ой, жаркий халат снимает. А под ним всё без ничего. Я как увидел, зажмурился. И почему-то вспомнил слово «дирижабль». И тут, слышу, дверь в квартиру открывается. Думаю, если муж убьёт, я не виноват пока. Кричу, пути не будет, не возвращайся. А ему жена халатик накинула и меня в шкаф. Стою в темноте, слышу, она ему. Мил, я так за тебя волновалась. Вот, думаю, наверное, от волнения халат сняла. А ему мило, оказывается, галстук забыла. Шкаф открывает, я дверцу изнутри держу. Он дёргает, спрашивает, в чём дело? Я говорю, замок заело. Он говорит, чей это голос? Жена говорит, это от соседей. Они, наверное, телевизор громко включили. Тут я понял, что мне надо телевизор изобразить. Я говорю, московское время 12 часов 30 минут. Муж говорит, я уже опаздываю. Мне галстук нужен. Я не могу на деловую встречу с голой шеей идти. Жена, возьми на кухне, там верёвка есть. Но я и подумал, что он на кухню пошёл. Расслабился, а он как дёрнет. Я и предстал перед ним. Стою вешалкой, прикрываюсь. Он говорит, это кто? А как ответить? Я говорю, домовой. Он говорит, а что же я тебя раньше не встречал? Я говорю, так я по вашей луке только сегодня проходил. Жена говорит, что это вы, слушай, это же квартирный вор. Смотри, какая морда разбойная. Я говорю, что я у вас взял-то? Она говорит, да вот вешалку. Вызываю, говорит, муж милицию, дадим его защищение. Ну, муж пошёл звонить, а я пулей из квартиры. Сбежал на первый этаж, а там её муж из лифта выходит. Говорит, подождите, красавец. Я хочу вам предложение сделать. Я говорю, какое? Он говорит, будьте любовником моей жены. Я говорю, почему? Он говорит, я бизнесмен, у меня каждую минуту на счету, а я одной скучно. Я говорю, сколько за эту чёрную работу? Он говорит, 500 миллионов. Я говорю, а ночные смены? Он говорит, двойная оплата, а за преждевременную смерть компенсация. Я говорю, ну, до этого, надеюсь, не дойдёт. И вот она, значит, венде...